Здравствуйте! Здравствуйте! Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая, Салтнад Кудайбердиева. Спрос на жилье растет, причем во всех областях нашей республики. Но можно ли говорить о том, что именно госипотека разогрела спрос на рынке недвижимости? А если вдруг ее ставка будет снижена до обещанных 6%, а этот вопрос достаточно остро стоит на повестке дня правительства, то как она повлияет на сектора экономики, как, например, банковский и строительный? Ответы на эти и другие вопросы мы будем находить вместе с приглашенными экспертами. Добрый вечер! Здравствуйте! У нас сегодня в гостях председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Бактыбек Шамкеев. Добрый вечер! Руководитель строительной компании Чулпенбек Акматов и эксперт по экономическим вопросам Нуруля Кимова. Еще раз добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! 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 Их применять в своей деятельности для тех граждан, которые хотят построить индивидуальное жилье, малоэтажное, может быть, они в виде таунхаусов, индивидуальные проекты сельские, с учетом современных технологий и требований СНИПа. Сейчас Вы говорите о кредите, который нужно же возвращать. Да, у нас бюджетное судо. Бюджетное судо Вы берете, а Минфин-то берет кредит от международного донора? Нет, Минфин в ипотечном кредитовании около 8 миллиардов ежемесячно, ну, спрос и предложение, да? То есть, востребует около 8 миллиардов сомов ежемесячно. То есть, сам по себе сектор живой, это значит, что люди заинтересованы брать жилье в долг. Это значит, что на этом рынке надо существовать, надо иметь компанию, может быть, государство, может быть, на правах ГТП. Да, очевидно, что есть над чем работать, рынок существует. В мире, да, какие инструменты финансирования действуют для того, чтобы финансирование для ипотечного кредитования не прекращалось, да? Постоянно ли должно идти финансирование со стороны государства за счет республиканского бюджета? Да, сама идея программирования, поддержки социально уязвимых союз населения, она хорошая, ее очень активно используют практически все государства мира. Другой вопрос, как его реализовывают? Субсидии должны идти, но эти субсидии в конечном итоге, в какую сумму оборачиваются, вот об этом нужно, мне кажется, больше задумываться. Ну, может быть, госсепатичной компании надо дать больше автономии, может быть, им нужно выйти на вторичный рынок, ну, я имею в виду на вторично-финансовый рынок, для того, чтобы перестать зависеть от бюджета, потому что бюджет никогда не будет удовлетворять тот спрос, который они будут показывать им. Смотрите, вы вначале сказали, что финансирование не прекращается, то есть вы, собственно, уже средства продолжаете финансировать, но из бюджета же прекращено финансирование. У нас ежегодно, как вы знаете, бюджет утверждается парламентом в конце года, на следующий год. Ну, на этот год же один миллиард же был заложен. Да, на этот год 500 миллионов сумм заложили в Министерстве финансов, но мы сейчас работаем над тем, чтобы они увеличили сумму, которая у нас предусмотрена из бюджета на следующий год. Обычно у нас уже есть закон о государственном ипотечном кредитовании, и в этом законе прописано, что правительство ежегодно должно закладывать определенные суммы для ипотечного кредитования по нашей программе. И сколько вы просите? Вот, мы запросили 2 миллиарда сумм ежегодно, да, исходя из того спроса, который на сегодняшний день существует. Но я скажу, что даже этих 2 миллиардов для стопроцентного обеспечения нуждающихся, которые у нас уже в списках есть, этого недостаточно. Но возможности бюджета пока на сегодняшний день такие, и мы поэтому работаем над тем, чтобы эти суммы увеличивались в зависимости от состояния бюджета. Посмотрите, страны, которые делают социальные программы, они это делают из бюджета или из фондов благосостояния. Понимаете, вот Россия, Казахстан и другие страны, они имеют ренту достаточно большую, и они могут себе позволить создавать фонды. Они вынуждены их создавать, потому что и в противном случае у них появляется голландская болезнь, и они создают внебюджетные фонды для того, чтобы их реализовать в реальный сектор, чтобы не произошло инфляционное вот это вот давление. И вот получается, Казахстан не совсем сопоставим с такими странами. Мы как бы делаем благое дело, но нельзя программы финансировать из бюджета, потому что бюджет немножко другую функцию имеет. Программы должны идти с фондов благосостояния, с каких-то других фондов, где деньги морозятся для того, чтобы удержать валютный рынок. У нас, к сожалению, нету, хотя наша рента — это золото. Мы могли бы создать какой-то фонд, где выручка от золота будет туда падать и финансировать такие программы. Сейчас данный проект пока что даёт эффект социальному сектору. Он не совсем даёт. Это хорошая идея и хороший инструмент, но пока что он не может реализовать свой потенциал в силу объективных обстоятельств. В силу отсутствия финансирования достаточного количества. Данная программа по гос. ипотеке, она разогрела спрос на первичном рынке или всё же мы говорим только о вторичном рынке? Пока мы особо такой сдвиг со стороны государственной ипотечной компании на первичный спрос не видим, потому что по требованию ГИКа дома достроены, введены в эксплуатацию и должны подключить с ремонтом. Вторичное жильё на сегодняшний день продаются дороже, чем новое первичное жильё. Если в квадраты посмотреть, те квартиры советские года построены, там 28-30 квадратов, продаются по 800 долларов, как минимум. Даже в России основной инвестиции жилищный сектор идёт со стороны ипотечной компании. Это до 40% инвестируется ипотечной компанией. Это мощный стимул для развития строительного сектора. Во многих странах ипотечные компании финансируют с котлована, допустим. Это даёт, во-первых, на рост экономики, новые рабочие места, налоги. Та же самая система, которая уже выстроена у нас в Кыргызстане. А строительный бизнес, он сам по себе, он смотрит на критерии, которые по государственной программе устанавливаются. Устанавливаются, допустим, в том или ином регионе построятся только это жилья эконом-класса. В таком ценовом пределе они, если это их устраивает, они строят эти дома, а потом уже предлагают вот этим участникам программы. Вспомним, да? Вспомним, на каких условиях выдаются в Кыргызстане ипотечные кредиты. Насколько они доступны работникам бюджетных организаций, да вообще, для всех желающих. Ипотечные кредиты выдаются только в СОМах и только до 3 миллионов. Я все правильно говорю, да? Квадратный метр должен стоить не больше 40 тысяч СОМов. Ну, если это с первичного рынка и не больше 60 тысяч СОМов, если на вторичном рынке. Если на вторичном рынке. В прошлом году произошло снижение с 10 до 8 процентов годовых, но снижение действует только в том случае, если первоначальный взнос 30 процентов. Более 30 процентов, да. На сегодняшний день, как я уже сказал, более 3 тысяч человек, то есть, если точно сказать, 3 тысячи 450 семей получили по нашей программе ипотечные кредиты. И возвратность по ним 100 процентная. Банки очень тщательно подходят к отбору клиентов, когда оценивают их платежеспособность. Ну, при этом, наверняка, если брать статистику опять же, да, больше, наверное, берут под 10 процентов. Да, в основном, да. Потому что первоначальный взнос, не каждый может 30 процентов отречить. Порядка 60 процентов наших клиентов, это те, которые взяли под 10 процентов. То есть, у них первоначальный взнос тоже составляет 10 процентов. Потому что такую сумму более 30 процентов не все имеют, не все могут сразу ее ввести. То есть, 8 процентов, в принципе, особой роли здесь не сыграло, да, если… Нет, сыграло. Почему? Многие стремятся, чтобы меньшим процентом получить, они стремятся свой первоначальный взнос довести на уровень не менее 30 процентов. Но пока таких мало. По статистике, где-то порядка, наверное, 15-20 процентов на сегодняшний день. Вы хотели что-то добавить? Да, я, честно говоря, одной семье, вот молодой семье, буду помогать всей семье, да, сестры, братья, родители. Если они не смогут, там, у них же сроки в течение трех-четырех месяцев оплата прекратилась, можно аннулировать и передавать. Очередь-то большая стоит, это можно указывать в договоре, и при этом там удерживается неустойка, да. Говорит же статистика сам по себе, да, что нет ни одного такого случая из трех тысяч с чем-то клиентов. Ну, кроме исключительных случаев, там, ввиду смерти заемщика. Ну, если взять опять статистику, то, да, у нас где-то порядка почти 30 процентов это в городе Бишкек, наши жители приобрели свои квартиры, а остальные все распределены по регионам. И многие, когда вот нашу программу оценивают, там, доступность и все такое, смотрят по ценам Бишкека. Но у нас в регионах есть цены, где, там, допустим, в Таласской области или там в Подкенской области, там, за 250, за 500 тысяч сомов находят жилье и покупают. И платят меньшие проценты, и достаточно хорошее жилье покупают в рамках нашей программы. В подтверждение ваших слов хочу привести опять же статистику. Если брать регионы, согласно данным государственной ипотечной компании, наиболее высокая активность по ипотечному кредитованию наблюдается в Бишкеке, в Чуйской, Джалабадской и Ожской областях. Да? Да. Ну, проект покрыл потребности лишь 30%, если брать из общего количества, да, из общего количества нуждающихся в жилье. Если более трех тысяч получили жилье, то свыше семи тысяч стоят в очередях, да? Ну, на сегодняшний день... За все время реализации программы всего в списках было более 13 тысяч человек. Нет, я имею в виду, сколько всего нуждающихся по всей республике нуждающихся в жилье. Ну, мы делали такие анализы и брали из возможных источников, потому что четкой статистики нет, не ведется. Мы брали из различных источников, но потом опирались на госкомстатовские цифры и в среднем вывели около 200 тысяч нуждающихся у нас семей в жилье. 200, слышит 200. Слышит 200 тысяч, да, 200 тысяч. Если брать бюджетную сферу, то по разным оценкам от 60 до 80 тысяч. Но пока по нашим критериям, вот как мы уже сказали, прошли 13 с лишним тысяч человек. Почему строительный рынок, да, почему строительные компании? Вот вы же видите, ниша, оказывается, очень такая, почти что, свободная, да? Почему вы не ведете переговоры с банковскими организациями и какой-то такой же схожий проект не запустите строительной компании? В чем загрузка? Мы с банками много встреч провели, у них процент ставка очень высокая, у коммерческих банков 18% и выше. Многие наши граждане не могут осилить, потому что в течение пяти лет это почти стоимость квартиры выходит. А если себестоимость квартиры снизить? Смотрите, у нас земля очень дорогая, все коммуникации приходится за счет застройщиков менять. Поэтому, допустим, по 300-200 долларов мы не можем построить. Если мэрия нам предоставляла бы участок бесплатно, то возможно, потому что только цена земли на один квадрат порядка от 100 до 200 долларов выходит. На стоимости квадратных метров? Да, если по 600 долларов продаем, это, я считаю, где-то около 200 долларов, это только стоимость земельного участка, не считая наружность, подвод наружных сетей и прочее. Посмотрите, Нургуль, сегодня среднеизвешенная ставка по ипотечному кредитованию, согласно данным Нацбанка, по итогам первого полугодия этого года составила чуть выше 15%. То есть, если в целом брать средние ставки по ипотеке, все равно в нашей стране остаются высокими. Если, опять же, мы в сравнении возьмем развитые страны, где ВВП на душу населения, извините, намного выше, чем у нас. Мы знаем, вот в Германии ставки по ипотеке до 2%, в Италии 3,5%, во Франции, США до 4,5%. Вот государство, стимулируя ипотечную активность, как Вы считаете, должно было бы задавать тон, тренд на то, чтобы снижались процентные ставки по ипотеке именно? Конечно, должно. Есть инструменты через Национальный банк, они могут… Но это же не происходит. Ну, это вопрос к властям. Я рекомендую правительству отказаться от… не отказываясь от программы, отказаться от содержания посредников. Например, вот финансирование сельского хозяйства, тоже программа, его делают через госструктуру. То есть, там операционных расходов практически меньше 1%. И в конечном итоге фермер получает по 4%. Это из-за того, что бюджетное судо идет, и Национальный банк обязал коммерческим банкам не удерживать свою маржу. Это один инструмент без посредников реализовывать бюджетные субсидии. Второй инструмент. Национальный банк делает кредитные аукционы. Он может это делать целевым, например, на ипотечный рынок. То есть, Национальный банк дает средства коммерческим банкам на низкой или бесплатной основе, на условиях возвратности. И тоже может диктовать фон ставок. Весь рынок ипотеки на сегодняшний день, по статистике, за прошлый год составлял порядка почти 12 миллиардов сомов. То есть, на 12 миллиардов сомов было выдано ипотечный кредит на конец прошлого года. Из них 2,5 миллиарда были наши кредиты. То есть, почти 22-23% на конец года было. На сегодняшний день это уже статистика почти 27% составляет. И статистика такова, что если вот когда в 2015 году программа была принята, и процентные ставки по ипотеке были на уровне не менее 17,5%, то на сегодняшний день 15-15%, на 2-2,5% процентная ставка снизилась, благодаря тому, что наши ресурсы вошли и банки ими оперируют. Еще, кроме этого, я скажу, что маржа банков, если вначале была на уровне 6%, то она на сегодняшний день уже до 4% снизилась. Вот сейчас перед вами, перед гос. ипотечной компанией правительство поставило задачу снизить процентную ставку до 6%. Насколько это реально? И вам удается эту задачу в ближайшей перспективе решить? До конца этого года нам поставили задачу, чтобы уже следующие выдачи ипотечных кандидатов из следующих траншей бюджетной суды выдавались под 6%. Мы подготовили свои предложения, они сейчас на уровне правительства рассматриваются. Насколько это реально? Это реально? Это реально, да. Но в этом случае тогда банки снизят стоимость своих услуг? Или вы, как ипотечная компания, сократите свои операционные расходы? Мы не только операционные, мы даже, возможно, прибыль нам придется сократить, несмотря на то, что мы акционерное общество, и как акционерное общество нацелены на прибыль. То есть вы ущерб своей деятельности, получается? С учетом того, что у нас социальная миссия, на сегодняшний день мы идем на то, чтобы сократить эти расходы. Когда все-таки ставка будет снижена до 6%, в этом случае первоначальный взнос 50% составит? Точно так же он дифференцированный будет. То есть 50%? Если 10% у него первоначальный взнос, то останется 8%. Если будет у него свыше 20% до 30% первоначальный взнос, то это будет 7%. А у кого свыше 30% первоначальный взнос, они уже будут рассчитывать на 6% годовую ставку. Но я хочу сказать, что основная миссия ипотечной компании, любой ипотечной компании в мире, которая существует, государственная она или частная, или полугосударственная, ее миссия заключается в привлечении дополнительных ресурсов на первичный рынок ипотеки. Первичный рынок ипотеки – это банк, клиент, залог. И потом уже вот этот залог начинает выступать обеспечением для привлечения инвесторов через выпуск ипотечных ценных бумаг. И мы сейчас вот этот инструмент запустили. Вот я хочу в пользу случаям сказать, что на прошлой неделе мы провели первую сделку на 5 миллионов сомов. Мы эту сделку совершили. И теперь эти ресурсы обратно идут на ипотечный рынок, то есть на ипотечное кредитование этим же коммерческим банком. Вы планируете же в целом привлечь 200 миллионов сомов? Потому что номинальная стоимость облигации 20 тысяч сомов, а вы выпустили 10 тысяч штук. И мы их размещаем через фондовую биржу. Эмиссия зарегистрирована Госфинадзором. И на 200 миллионов мы планируем в ближайшее время привлечь уже инвестиции. Ну смотрите, вы опять же сейчас привлекаете юридические лица, физические лица. Вот допустим, вы физическое лицо, вы физическое лицо. Вы хотели бы купить эту облигацию с ипотечным покрытием? У вас есть такое желание? Объясни почему. У вас нет этого желания? Нет, понимаете, это немножко рискованно. И при всем моем уважении к профессионализму сотрудников, вот как можно один актив закладывать два раза? Когда получили ипотечный кредит, это жилье уже заложили. И тут просто за счет маневра инструментов финансового рынка, они как бы его второй раз закладывают. Единственное доверие, это то, что это госкомпания, и в случае чего там из бюджета могут выплатить. Только из-за этого я могу купить. Но если бы они были бы, их акционерам не было бы государства, я бы не купила, потому что это разнувает рынок. Но, тем не менее, сейчас, как вы думаете, спрос среди физических. Спрос будет, потому что их клиентами могут быть муниципалитеты, у которых нормальный бюджет, могут быть компании. Просто из-за того, что они контрагенты бюджета, наши мигранты. Ну, они просто не умеют, многие из них, что греха таить, финансовая грамотность не очень развита. Но в целом они корпоративных клиентов могут привлечь, потому что их учредитель правительства. Только из-за этого они вызывают доверие. Как вам этот инструмент? Почему вы ранее этим инструментом не пользовались? Мы пытаемся зайти через фондную биржу, продать акции, но мы видим, что фондная биржа у нас не работает. И частым компаниям очень тяжело привлечь инвестиции. Мы в основном вынуждены обходиться собственными ресурсами. Также мы зависимы от своих дольщиков. Мы это чувствовали, когда во время кризиса наши мигранты перестали деньги отправлять. Весь строительный сектор стал. То есть сейчас первичный рынок держится только на денежных переводах трудовых мигрантов, правильно? Да, в основном, да. Тот груз, который мертвым грузом лежит в банке в виде залога, 5 лет, 10 лет по нашей программе, до 15 лет, оно может быть секьюритизировано за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. И привлечить, соответственно, инвесторов на 2, на 5, на 10, до 15 лет. Но в этом случае, если у вас, допустим, этот продукт, если вы начнете конкретно его продвигать, я имею в виду продвигать, рекламировать, потому что многие люди не знают, что есть такой инструмент. 20 тысяч вложить в ипотечную ценную бумагу физическое лицо, конечно, может, но оно еще не так сильно популярно. То есть вы все-таки рассчитываете свой инструмент распространять среди юридических лиц? Среди крупных инвесторов. Крупные компании могут стать акционерами ГИКа, и доверие к ипотечной компании еще возрастет. Но, честно говоря, пока с 8 на 6 процентов, если спустить, с учетом инфляции, я не знаю, это оправдается в конечном итоге, можно было бы пока процентную ставку оставить, увеличить пакет ипотечных кредитов, сделать. По 6 процентов, если они поставят, не знаю. В общем, надо расчет сделать, чтобы в конечном итоге на минус не ушли. Мне кажется, в минус кто уйдет? Ипотечная компания? Да. Потому что есть ставки, спускать не через ГИК, а вообще через Национальный банк это надо делать. Просто, понимаете, нельзя это делать через ГИК. ГИК не регулятор, это участник рынка. То есть мы можем потерять вообще Коскомпанию, да? Да, да. В этом случае. И то, что ставят перед ГИК, спустить, это неправильно. Они могут снизить, оптимизировать расходы. И там, ну, на самом деле это политика Национального банка, это они могут повлиять на рынок. Вначале заработать, потом можно было спустить. Сейчас на 6 спустить, и через пару лет мы можем потерять ГИК, потому что она может быть нерентабельной компанией. То есть, получается, в существующих условиях это нереально? Нет. Все понятно. Вот в самом начале, когда только проект запускался, да, говорили о том, что будут использованы разные механизмы. Но сейчас, по-моему, используют только механизм приобретения готового жилья. Два механизма, да. И индивидуального строительства жилья. Строительства индивидуального жилья, да. Но вот помните, еще один механизм, это очень интересный, это вот арендное жилье, когда берется, да, с последующим выкупом. Это было бы тоже интересно для большинства. Ну, это распространенный механизм в ипотечном кредитовании. Он… Когда вы планируете этот механизм? Да, он зависит от того, какой жилой фонд, допустим, у этой ипотечной компании, или там муниципалитеты имеют, и они могут предоставлять через ипотечную компанию своим участникам программы, как аренда с последующим выкупом. То есть те, у которых нет первичного первоначального взноса, они могут по этому механизму получить. На сегодняшний день мы такой механизм собираемся запустить после того, как построим дом на рынке и в Пешкеке. Вы будете сами строить? Мы уже его строим, да. То есть получается, вы прямо с котлована? С котлована, да, с котлована. И поскольку вообще в программе предполагалось, что этим будет заниматься госорстрой. В целом, в мировой практике ипотечная компания сама не строит. Как я подчеркнул, мы ее взяли из необходимости, потому что в программе были заложены. Госорстрой у нас отошел, поскольку они говорят, мы нам дать финансирование построим. По идее, вообще, госорстрой вместе с муниципалитетами, мэриями городов или райадминистрациями должны решать вопросы, в первую очередь, коммуникации, выделения земельных участков, проектирования. А строительная компания заходит и строит только коробку. Все остальное подключение, все остальные разрешительные документы делает мэрия и госорстрой. А у нас все это отдали на откуп, вернее, как с больной головы на здоровую перекинули строительным компаниям. И поэтому сейчас строительные компании с трудом туда идут, в этот рынок, потому что, по идее, во всем мире этим занимаются муниципалитеты, местные органы власти, которые являются владельцами участков. То стоимость жилья такого пока дороговато для регионов, потому что там используются современные технологии. Вот, допустим, тот же Нарынский дом у нас выходит дорогим на сегодняшний день, потому что туда все возится, логистика, все осуществляется из Бишкека. Цемент, железо, лес, кирпичи, все завозится из Бишкека, из Чирской области. Значит, этот проект пилотным и останется? Пилотным пока останется, но на примере этого мы отработаем взаимоотношения мэрии городов, строительных компаний и заказчика в виде госорстрой или, допустим, ГИК. Да, посмотрите, покупатель потенциально, да, квартиру выбирает сам? То есть он может любую строительную компанию выбрать, да, квартиру? На сегодняшний день, да, так он сам выбирает, мы его не подталкиваем. У нас с семью компаниями строительными заключены меморандумы о взаимопонимании. Они на нашем сайте вывешивают свои предложения. В основном пока пользуются спросом каркасные дома с кирпичным заполнением. Если, допустим, из каркасных домов нашей компании, вот эти строительные компании уже порядка 30 квартир продали, а из крупного наличия у нас в сегодняшний день всего 2 квартиры проданы. Многие говорят, я лучше все-таки куплю кирпичную новую квартиру. Хотя, конечно же, как вы уже сами отметили, предпочтение отдается к старому советскому жилью. Спасибо вам большое за сегодняшний ответ. Было интересно вас послушать. Мы надеемся, что все рекомендации и замечания, которые были высказаны во время нашего обсуждения, будут приняты во внимание соответствующими органами. Спасибо. До свидания. До свидания. А мы продолжаем наш выпуск. Далее вас ждет обзор рынка недвижимости. Далее вас ждет обзор рынка недвижимости. Далее вас ждет обзор рынка недвижимости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если программа по госипотеке стала причиной роста спроса на жилье, то сейчас эксперты уверены, увеличение притока денежных переводов трудовых мигрантов разогрело спрос на рынке недвижимости. Что теперь ждать от него? Роста или падения? С кратким обзором нас сегодня познакомит аналитик рынка недвижимости СН Респекл. Добрый вечер. В последнее время мы часто слышим о том, что квартиры подорожали в регионах, в частности в Бишкеке. Хотелось бы уточнить, на сколько процентов стоимость жилья повысилась? За последнее время количество сделок в строительных компаниях на вторичке увеличилось, поэтому цены тоже увеличились примерно на 5-10%. Спросом пользуется жилье в основном на вторичном рынке или на первичном? Вторичный рынок всегда был активным и до сегодняшнего дня она является тоже именно лидером, потому что количество квартир вторичек намного больше, чем первичек. Но с каждым годом, с каждым месяцем количество новых квартир становится по количеству больше, поэтому возможно это будет уже на первом месте. В данном случае подорожание коснулось какого именно рынка? Я больше могу сказать именно про первичный рынок, то есть очень много фактов, когда старую квартиру меняют на новую, и поэтому спрос на первичку увеличивается, и цены тоже, соответственно, строительные компании ставят выше. Сейчас у людей появляется наличный, увеличивается, скажем, приток денежных средств из-за рубежа, и экономика более-менее стабилизируется, поэтому именно это создает спрос на рынке. Компании важно получить наличные сразу. Чем больше ты платишь наличные сразу, тем больше ты можешь получить скидку. Также у нас 3-4 года назад был очень активный рынок бартерных операций. Это вот когда вы давали машину, старую квартиру, например, и получали новую квартиру. То есть этот механизм, он до сих пор действует? Он до сих пор действует, но не так, как раньше. То есть что я хотел именно этим сказать, то есть при бартерной схеме цена, она выше. То есть вам легче продать машину, продать старую квартиру, получить наличные, и потом уже прийти в компанию и получить там 10-15% скидки. А если бы вы пришли с машины и с квартиры, они бы наоборот повысили цену именно на новую жилю примерно где-то на 5-10, даже на 15%. Поэтому все-таки наличные, они сейчас намного сильнее. Как долго эта тенденция будет продолжаться? Есть тенденция повышения, да? Ну, ожидается, что будет определенный спад, потому что Америка объявила санкцию России и другим странам, где именно количество крыгизов, крыгизанцев живут больше, и именно из этих стран переводили очень много денег. Поэтому нет никаких гарантий, что, ну, большая вероятность того, что рынок начнет падать. Чем меньше мы получаем денег, тем сложнее нашим строительным компаниям выживать. Поэтому им придется опускать цену, чтобы расплатать свои активы. Вот смотрите, у нас же есть вот ипотечная программа, которая работает по республикам, вы наверняка в курсе, да? Я имею в виду госипотеку. Сейчас вот рассматривается вопрос о снижении процентной ставки ипотечного кредита до 6%. В случае, если это решение все-таки будет принято, это как-то приведет к взлету цен на жилье? Именно эта программа рассчитана для бюджетников, и в основном бюджетники они покупают именно как эконом-класс и как комфорт-класс, и плюс они покупают жилье с авторичного рынка. Поэтому именно на этом рынке, возможно, цены вырастут, если будет возможность людям покупать больше жилья. Часто ли, допустим, цена соответствует качеству на нашем рынке недвижимости? Я бы сказал, не всегда, потому что есть компании, которые продают по заниженной цене не из-за того, что, скажем, низкое качество, но, возможно, из-за того, что у них определенные проблемы. И чтобы расплатиться за свои долги, за свои, скажем, кредиты, им приходится снижать цену. Компаний недобросовестных много на рынке? Ну, я думаю, где-то 30-40% нашего рынка именно занимает. Все-таки такие застройщики занимают, да? В последнее время социальные сети обестрят сообщениями о том, что, допустим, дольщики отдельных строительных компаний не могут получить ни квартиры, ни свои деньги обратно. Как обезопасить себя от недобросовестных застройщиков? Ваши рекомендации? Ну, я думаю, не стоит обращать внимание на рекламу. Реклама, как бы, является просто таким фактором, что, ну, привлечение клиентов, да? Но я считаю, самое главное – это знать историю компании, сколько объектов они, скажем, завершили. Как бы, второй пункт – если у вас есть возможность пообщаться с жителями, скажем, уже достроенных домов этой компании, пообщайтесь. Потому что они расскажут реальную картину. Во-вторых, не стоит смотреть на цену, потому что примерно себестоимость именно стройки, в зависимости от района, да, где-то 400-450-500. Есть компании, которые продают по 350-400. То есть… То есть лучше на эту цену не вестись? То есть нельзя вестись. Возможно, эта компания, она в таком тяжелом положении, и чтобы быстро как-то привлечь денежные средства, они, им приходится, скажем, понижать цены. То есть есть такой момент, да, поэтому не обязательно смотреть на цену. Цена – это второй фактор. То есть если вы, например, сейчас купите квартиру дешевле, но, возможно, вы будете жалеть там 20-30 лет. Поэтому лучше тщательно нужно смотреть с разных сторон. Также нужно смотреть на владельцев этих компаний. То есть всякое бывает, что у владельца строительной компании существует определенная проблема в другом бизнесе. Потому что у нас же как бизнесмены, они в разных сферах, и многие пришли именно на строительный рынок из других сфер. Поэтому нужно также и на этот фактор смотреть, что я заметил, многие даже не обращают внимания. Если у вас будет возможность, можно как бы просто спросить, откуда финансирование. У нас как строительные компании раньше делали, по крайней мере. Они брали определенный участок, у них, скажем, был стартовый капитал 50-100 тысяч. Они рыли котлован и начинали продажи. За счет привлечения средств от клиентов они строили. Ну, дольщики. Да, именно за счет денег дольщиков. Ну, а у них стартовый капитал был очень маленький. Но когда есть, скажем, опасность кризиса, то эта компания, возможно, она обанкротится, если у них не будет дополнительных средств. Есть компании, которые построили, и все, на этом они уходят, а проблемы остаются проблемами. Здесь нужно смотреть, как на человека, ну, как бы на личность, кто это строит, на компанию. В идеале, если уже есть история, то очень даже хорошо. Все, спасибо, Эсен, за содержательную беседу. Удачи вам. До свидания. Спасибо большое. До свидания. По состоянию рынка недвижимости, как уверяют эксперты, можно судить о тенденциях в экономике в целом. Если ситуация на рынке недвижимости ухудшается, значит, следует ждать и ухудшения состояния экономики. Если же, напротив, дела идут хорошо, значит, за этим последует и подъем в экономике. А какой из этих вариантов подходит в нашем случае, решать вам. Пока. До свидания. Продолжение следует...